Давайте запрограммируем наш градиентный спуск. Сделать это очень просто, нам хватит всего несколько строчек. Есть у нас tensor x, это torch tensor. Нужно указать, что по этому tensor мы потом, впоследствии, хотим считать производные. Это делается с помощью аргумента requiresGrad равняется true. Теперь, если мы будем составлять из этого tensor некоторую формулу, то эта формула будет помнить, что это на самом деле не какая-то константа, а на самом деле это переменная, по которой можно потом посчитать производную. Далее мы вот этот tensor можем, если хотим, переложить на GPU. Если мы хотим его оставить на CPU, то оно так и останется. Вот здесь находится такой независимый от девайса код. Если у нас доступно только CPU, то оно переложить на CPU, ничего не сделает. По сути, если у нас есть некоторая GPU, то оно переложит на нулевую видеокарту. И дальше мы составляем некоторую функцию, которая зависит от tensor x, который является уже переменной. И эта функция точно такая же, как в нашем примере. Это 10 умножить на сумму квадратов. То есть мы помним, что в PyTorch все тензоры, операции с ними покомпонентные. Если это не оговорено как-то иначе, если это не какая-то специальная операция. Если x возвести в квадрат, то каждая компонента тензора x возведется в квадрат. Если у нас стоит точка sum, то значит, что весь тензор просуммируется, получается скаляр. У этой функции мы должны почитать производные. Делается это с помощью метода backward. Почему он называется backward? Дело в том, что если вы вычисляете функцию последовательно, то есть у вас берется некоторый аргумент функции, возводится в квадрат, после этого производится суммирование по всем компонентам этого аргумента, после этого вы умножаете результат на 10, то это как бы forward pass, это правильный порядок. Если вы будете вычислять производные, то вам нужно идти с конца, взять последнюю операцию, потом взять предпоследнюю, потом предпредпоследнюю и так далее, пока вы не дойдете до самого аргумента x. Поэтому называется backward. И что самое главное, как вы помните, у нас результат вычисления производной по тензору был размера как наш тензор изначальный. И, видимо, поэтому создатели PyTorch решили хранить градиент, то есть результат вычисления производной по всем компонентам, в самой переменной x, в самом тензоре x. То есть тут надо понимать, что берем мы производную от функции, а результат этой производной, результат операции backward, у нас появляется в атрибуте град тензора.